Роза Рымбаева 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 Весь дом, можно сказать, услышал, наверное, наш крик, потому что я начала кричать, его сестры начали кричать. Сын испугался, проснулся. Скоро приехала, мы еще думали, надежда, что, может, откачают сердце, бывает остановка, сердце временное, шок там или что. Они обследовали и сказали, что в 3 часа ночи еще кровоизлияние в мозг произошло. И он уже даже окоченел. И всю эту картину я до сих пор не могу забыть, потому что перед глазами стоит. Мне кажется, он еще появится в нашем доме, мне кажется, он куда-то в командировку уехал, потому что вот каждый сантиметр – это его фотографии. Каждый гвоздик, забитый его руками. Здесь каждая книжка, положенная его руками, куплена, потому что во всем хозяйстве, между прочим, он был всегда у нас хозяином. Моя задача, как жена, помогать, как вспомогательная, что ли. Я вообще думаю, что все 23 года я жила самой счастливой жизнью, потому что даже не знала, как квартплату оплачивать, как считать, подсчитывать. Все эти заботы он взял на себя. И в быту, и в творчестве Тоскен Акапов, муж Розы Рымбаевой, старался оградить свою жену от всякого рода неприятностей. Он профессиональный музыкант, закончил институт имени Гнесиных и несколько лет назад создал популярный ныне коллектив «А-студия». Розу Тоскен увидел впервые на одном из конкурсов, куда маленькая, изящная, талантливая девочка приехала из казахской деревушки. Есть у Чингиза Айтматова буранный полустанок. Вот поезда уходили из этой станции то на запад, то на юг. И этот вот железнодорожник, он провожал, каждый день встречал эти поезда с флажком. Вот так, на такой станции выросла я. Разъезд, где 16 семей проживают, где живут одни рабочие железнодорожники, дети учатся в городе. Почему? Потому что нету школы в этой маленькой станции. Вот и все. Я выросла в интернате. А интернат, это, можно сказать, и полудеддом. И слава богу, что я выросла романтиком. Я мечтала, несмотря на то, что у нас бедная семья многодетная, что мы выросли в интернате, я мечтала, что я когда-нибудь выйду на сцену и буду петь. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я поступила в музыкальное училище Семипалатинское вместе с моим старшим братом. На какое отделение? Отделение скрипки, струнное отделение. Во время учебы я приехала на конкурс в Алма-Ату. Конкурс молодых исполнителей советской песни. 75-й год. И на этом конкурсе, что удивительно, сидит в зале зрителям мой муж, когда показывают эти документальные кадры. Потому что он как раз шел дирижером эстрадный коллектив Гульдер, и ему нужно было набрать молодых солистов. Я победила на этом конкурсе. И после конкурса было предложение остаться в Алма-Ате и петь. И тут же пошли конкурсы, как в то время было принято. Конкурс молодых исполнителей советской песни. Всесоюзный конкурс. Обязательно кого-то направляют от республики. Это уже в плановом плане. Я попала в Ригу, где был представителем жюри Раймонд Паулс. Я там второе место получила. После этого мне направились песни по жизни. Телевизионный конкурс. Где-то Алла Борисовна, дитя Станиславна, Ротару. Все они были членами жюри. Я там первое место. Потом я поехала в Золотой Орфей, 77, Сопот. В Болгарии, где Гран-при получила. В этом же году, летом, через место Сопот, 77, Польша. Там я стала лауреатом. Вот так друг за другом все конкурсы через каждый месяц получилось. Абе-Мария, мелодия надежды. Абе-Мария, это песня любви. Звучит эта песня, и прочь все уходят в несчастье. Абе-Мария, абе-Мария, влюбленный весь мир, подари. Я отличалась от всех. Прежде всего, я была неиспорчена. Я была ребенок. Я даже не боялась сцены. Я просто ответственности не чувствовала. К сожалению, сейчас я больше боюсь. Спустя 23 года я переживаю, я волнуюсь. А в то время, вот как будто бы меня вытолкали, вытолкали, и я пошла делать свое дело. Я вообще даже зрителя, по-моему, не видела. Я творила, жила, плавала. В общем, вот такая я была дурочкой. Роза Рымбаева точно не помнит, как Таскен предложил ей руку и сердце. Он сопровождал ее во всех поездках, готовил вместе с ней репертуар. И все чаще и чаще, оставаясь наедине, они просто болтали о жизни. 24 декабря 1977 года они поженились. А в июле 1991 года у них родился сын. Я думаю, любая женщина хотела бы иметь рядом благородного человека. Спокойного, выдержанного. И, конечно, не просто доброго человека, но и профессионала. Который знает и четко это объясняет. Может и требовать. Я ведь моложе его на 10 лет. Я всю жизнь, можно сказать, у мужа училась. Он был очень благородный, интеллигентный человек. Вот его благородство, его вообще отношение к жизни. Вот оно, наверное, и меня сформировало так, что я... Получается, что я как он, думаю. Мое отношение к жизни, как и его. Просто не знаю, он так заложил фундамент. И во мне, и в сыне, что я по-другому уже и не мыслю. А я даже толком говорить красиво не умела. И всему этому, конечно, я училась у него. И все эти годы, получается, он у меня впереди меня шел. И я вот за каменной стеной. Моя задача была только выходить и петь. Но последние... Спустя 10 лет я выросла, я считаю, до его уровня. Потому что я параллельно вместе с ним работала. Я получила профессиональное образование. И поэтому всегда прислушивался. И последние 10 лет он просто мне как помогал, как организатор. И, конечно, я хотела, чтобы он, особенно последние 5 лет, я хотела бы, чтобы он расширил свой круг действия. Потому что он профессионал, московское образование. Он педагог, интеллигент. Я хотела, чтобы он не замкнулся во мне. А он, получается, только мои проблемы личные, только моими заботами. Нет. Он мог преподавать. Он мог дирижировать большим симфоническим оркестром. Он мог в консерватории преподавать аранжировку, дирижирование, руководить большим симфоническим оркестром. Вообще расширить свой круг действий. Почему он сломался? Почему где-то произошел вот этот момент, когда он перестал верить в свои силы, судя по всему? Нет. Он не перестал верить. Он знал, что он высокий профессионал. Потому что он же знает, кто... Какое образование, какой вообще уровень работы, какие результаты у всех. Он умел работать, прежде всего, и организовывать. Но просто, знаете, в сегодняшнее время вот эта вот ненужность и недооценка творческих людей, он даже, если даже будет вкалывать все 20 часов, я сама педагог. Я знаю, какие мы гроши получаем. Эти гроши даже не хватает на проезд в автобусе. Но мы все равно преподаем. Нас верят. То есть ощущение ненужности его сломан. Ненужности, да. И потом, если даже он будет пахать, настолько активно будет, все равно это не оценивается. Особенно материально. Получается пустое вкалывание без результата. Пустое вкалывание. И, может быть, это еще сыграло роль. И потом, знаете, он себя, свою линию жизни потерял. И от этого пошло у него, что он безответственно к своему здоровью относился. Было равнодушие вообще по отношению ко мне. Потому что до этого была идеальная пара, музыкальная, семейная. Ребенок, слава богу, есть. Что никогда ничего такого не замечали. Всегда считалась примерная семья. А артистическая семья, вы знаете, она никогда не бывает прочной. Редко бывают прочные долгожители в этом плане. Вот единственное, наша семья была. Получается, что или кто-то сглазил нас, что вот он ушел раньше жизни. Ты говорил, разлуки нет, шумел ночной вокзал. Ты говорил, но голос нет, иначе все сказал. А мне все снится тот рассвет, где нам с тобой разлуки нет. Не забывай весенний свет, пусть он не вспыхнет вновь. Не забывай, невозвратимый май. Я три дня плакала, три дня не спала. За три дня, я думаю, минимум три тысячи людей входили в мою квартиру, обнимались, плакали вместе со мной. И с каждым минимум по полторы-две минуты мне надо плакать, кричать в голос еще. Это такие традиции национальные. И представляете, за три дня что с меня осталось? И когда его группу увозили на травмной машине, я даже сознание не потеряла. Я упала просто на улице, потому что в моем положении выдержать столько нагрузки и эмоционального стресса невозможно. В последний путь отца провожал сын. Таковы традиции у казахов. Женщина, а тем более беременная, не имеет права появляться на похоронах. И лишь спустя несколько дней Роза пришла на могилу к мужу. Отец и сын в последние годы объездили почти полмира. Али научился плавать, отец купил ему компьютер, вместе они занимались музыкой. Хотя иногда Али замечал отсутствующий взгляд отца, полное равнодушие ко всему происходящему, утреннее недомогание и врачей, которые приводили отца в чувства. Но удивительное свойство человеческой памяти мы помним только хорошее. Я спрашивала, как нам жить? Ты хотел бы вот так жить, как отец? Он еще маленький, может быть, он хочет сказать, я не хочу конкретно, нет, я так не буду. Он этого конкретного ответа пока не может. Он молчит долго, думает, потом говорит, не знаю, мама. Он маленький еще. Бывают дети по развитию очень смышленные, заранее уже. Бывают совсем еще маленькие. Сколько бы ему лет не было, он... Вот у меня еще в этом плане ребенок совсем наивный, маленький. Он со мной спит. Он до шести лет был у меня грудным. Да. И он со мной укладывается вот так вот, ручки положит, глаза закрывает, пьянёт. Так что он у меня совсем в развитии маленький. Хотя отличный, круглый отличный в школе. Он играет на форте пьяно, учится во втором классе. Он у меня будущий пианист в этом плане. Слава Богу, природа дала ему все, что нужно для музыканта. И отец его мечтал, чтобы сын, прежде всего, стал высокопрофессиональным музыкантом, чтобы он мог достойно сидеть в любом оркестре, играть профессионально, чтобы не стыдно было. Слава Богу, природа дала ему все, что нужно для музыканта. Слава Богу, природа дала ему все, что нужно для музыканта. Слава Богу, природа дала ему все, что нужно для музыканта. Что удивительно, несмотря на мое положение, несмотря на столько лет я уже пропела, почему-то у меня с каждым годом голос мой совершенствуется. Я в положении, даже я сейчас могу дать сольный концерт с концертмейстером, живой. Я даже могу петь классику. Вы представляете, что удивительно вообще природа делает со мной. И сейчас я думаю, что мой репертуар намного солиднее, намного глубже, потому что я философствую. То, что я думаю, то в моих песнях. Я делюсь это со своими зрителями, со своими слушателями на своем родном языке. Не обязательно объезжать для этого весь мир, когда есть свой народ, который тебя понимает и отвлекается. Я даже не люблю выезжать за границу, потому что если моего языка не понимает и не реагирует, зачем мне петь как кукла? Да, у нас выезжают артисты. Они одеваются в национальные костюмы, делают экзотику. Нет, я не хочу быть куклой экзотичной. Хотя я могу этого тебе позволить. Да, пожалуйста, внешность, там азиатские глаза, маленький рост. Маленькая женщина, восточная. Я могу играть в куклу, пожалуйста, любую. Нет, я хочу быть женщиной, собеседницей, которая вместе с публикой как-то размышляет, вместе со своими слушателями. Поэтому я не замкнулась, я просто конкретно взяла направление. Петь для себя и для своих слушателей, которые меня хотят. Субтитры создавал DimaTorzok Я была всегда трудоголиком. Все, что я имею в этой жизни, я ничего особо в этой не имею, кроме этой трехкомнатной квартиры. Я это зарабатывала своим трудом. У меня не было никогда богатых спонсоров. И, наверное, не будет. Для меня вообще унижение ходить просить деньги на свою творчество, я не говорю там бытовые... Это все ерунда. Я зарабатываю. Даже свои концерты, когда я провожу во дворце, я эти деньги заработаю и за все сама оплачиваю. Я всегда благодарю Бога за то, что Он мне дал просто талант. И этим талантом природным я пользуюсь. Я не произвожу тракторы, я не пеку хлеб, я не выращиваю цветы элементарно. Я выхожу, пою, я заливаюсь. И за это меня благодарят, за это я деньги имею, за это я имею успех, авторитет. Роза, простите за неделикатный вопрос. Вы знали, что здоровье вашего мужа становится все хуже и хуже, и вас предупреждали врачи, что трагедия может произойти в любую минуту. Почему вы решились оставить второго ребенка? Ну, во-первых, я ждала долго рождения второго ребенка, он у меня не получался по состоянию здоровья. Потом я целый год проходила лечение, потому что я понимала, что у казахов вообще один ребенок, это не ребенок считается. Два ребенка, это уже ребенок. Три ребенка, это уже двое детей. Как бы вот всегда количество у нас не добирают. Чем больше детей, тем это правильно. Должны быть братья, сестры. Что с нами произойдет? Мы же не знаем. Чтобы ребенок не один оставался. Меня ложили в больницу, на сохранение несколько раз. Я вообще боролась за ребенка. Я боролась, я и сейчас борюсь. И, знаете, говорят, Бог одного забрал, другого дал. Значит, мне другого надо сохранить. Мне ради него теперь только петь, творить, бороться, отстаивать себя, доказывать, что я сама самостоятельно могу этих двух детей вырасти. Роза, а если найдется человек, встретиться человеку, который сумеет защитить от всех неприятностей, мужчина, как быть в этой ситуации? Я думаю, в основном, женщины, казахские женщины, воспитаны так, что раз у нас есть дети, мы стоим всегда на втором плане. И счастье детей, чтобы у них был отец, прежде всего, это главное. Если он будет хорошим отцом моим детям, если мои дети счастливы, радуются и чувствуют опору отцовскую, защиту, для меня, по-моему, это главнее будет, чем мое, например, мои чувства. Хотя я как творческий человек, конечно, для себя выбрала бы интересного, прежде всего, во всех отношениях, человека, с которым мне весело, интересно жить, творить. Беседовать просто, не обязательно замуж выходить. Если, конечно, встретиться такой человек, не встретиться, ну, что поделаешь. Мне 40 лет еще не все, как сказать, ушло, как говорится, 45, женщины снова расцветают. Я не знаю, я считаю, что главное теперь в моей жизни это мои дети, счастье моих детей. не столько мое. Ради детей я должна работать, держаться и не опуститься вниз. И дай Бог мне головы, дай Бог мне нужного выбора в жизни, пути, чтобы я как-то не ошибалась, не делала ошибки. то, то, что я получала все эти 23 года. Счастья, радости, успехов, аплодисменты, признания, не испытывая больших трудностей и проблем, больших каких-то переживаний, переворотов. Я думаю, за это теперь мне дальше достойно надо отвечать. И одной, поэтому, может быть, меня судьба оставила одну с двумя детьми, чтобы я дальше сама попыталась. Насколько я буду правильной, насколько я буду стойкой, это уже будет на виду у всех. В новогоднюю ночь у Розы Рымбаевой родился сын.